В эфире студия-репортер с Дмитрием Богомоловым. Серебряную медаль молодежного чемпионата мира по самбо выиграла представительница Одесской областной федерации самбо Анастасия Додосева. Сегодня спортсменка у нас в студии вместе с президентом Одесской областной ассоциации самбо Бахидом Сабировым. Здравствуйте, Бахид Милевич. А также с вице-президентом Одесской областной федерации самбо Владимир Дамницак. Здравствуйте, Владимир. Анастасия, во-первых, поздравляем вас с этим успехом в Сербии на чемпионате мира в городе Новисад. Расскажите свои эмоции, как удалось выйти в финал, как прошли для вас схватки. Спасибо большое за поздравление. На самом деле эмоций очень много, потому что путь на сам чемпионат мира был очень непростой, мягко говоря. Да, было все очень сложно в этом плане, в плане моральном. Было очень тяжело как-то настроиться после всего того, что происходило. Тем более это мои первые такого масштаба соревнования. Но благодаря поддержке, благодаря поддержке папы, благодаря поддержке Вадима Милеевича, поддержке из Одессы, моих друзей, моего тренера, получилось настроиться, получилось выйти и победить, хотя бы, ну, выйти в финал, скажем так. Было очень непросто, особенно первая схватка, когда очень много нервов, очень много в голове всего, и, ну, просто было на грани нервного срыва, потому что не понимала, что делать. Но потом, когда уже выиграла первую встречу, я уже выдохнула, поняла, что все, уже первый шаг сделан, и уже спокойно вышла на вторую схватку. Я уже вышла даже больше для того, чтобы побороться, вот просто как-то показать, ну, даже не показать себя, а попробовать себя, и получилось так, что попробовала удачно, вышла в финал, но в финале немножко не хватило, но, думаю, это... Ну, помню, что первая соперница была в Сербии, вторая была из Румынии. Да, из Румынии, и финал вышла с Русской, да. Ну, для нас, для нашего города, для областной федерации самбо, серебряная медаль – это уже, ну, по-настоящему очень большой успех, это победа, еще раз поздравляем вас с этим выступлением. Вахид Милич, расскажите о поддержке спортсменки, как готовили ее к этому чемпионату, насколько то, что самбо активно развивается на протяжении последних лет, доказывается такими выступлениями наших спортсменов? Ну, давайте сейчас вернемся к тому, что серебряная медаль чемпионата мира по любому виду спорта очень высоко и престижно. Это однозначно, мир есть мир. Вот, конечно, успех большой, тем более, что, я напомню, что перед чемпионатом мира наша украинская сборная попала в неприятную ситуацию в виде схода автобуса с трассы, был переворот, ну, лег на бок, и, то есть, могло бы быть гораздо все хуже, и это было перед Чопом, перед границей, то есть, ну, естественно, полкоманды, даже, ну, почти все ударились сильно. Хорошо, что там сильно грубого ничего нету, хотя там две девочки остались все-таки на территории Украины, они не смогли дальше ехать на чемпионат мира, но вся команда дружно сказала, что поедет. Да, и вот эти ощущения, когда мы в дороге, мы ехали машиной, нам сказали, Сережа, Додосе в машине, то есть, волосы, ну, не знаю, в какую сторону ушли, там, сколько седин добавилось, вот, ну, естественно, сразу звонки со всех сторон, ну, а там мы были как раз уже, ну, да, еще в Румынии были, вот, ну, живы-здоровы, ну, как я имею в виду, живы, живы, то есть, ничего особенного, то есть, не случилось, сели в автобус, слава богу, да, и утром мы узнаем, что они продолжают путь все-таки, они их перевезли в Ужгород, они переночевали, поставили второй автобус, и они уехали, и мы уже их встречали, ну, в новей саде. А вот сама подготовка к чемпионату мира, это долгий путь, Анастасия сама сказала, что это впервые для нее такое выступление на такого уровня соревнований. Настя воспитывается ДСА-4, тренируется у спевака Олега, вот, ну, и папа помогает там, Аня Антонова, ну, то есть, вообще-то, весь коллектив как-то друг другу помогает, тот же Олег Байчук, они, ну, в принципе, работают хорошо, продуктивно. Вот, ну, еще раз хочу с Ницем ДСА-4, что оттуда постоянно выходят качественные кадры, ну, так скажем, я, ну, у меня. А подготовка, да, был сбор, был объявлен сбор перед чемпионатом на базе в ДСА-4, там открылось отделение, но об этом уже скажет Володя чуть позже, потому что, как бы, это его прямая обязанность, вот. И были сборы, готовились, ну, все пытались подготовить, настроить, в первую очередь, успокоить человека, что все-таки мир, и не столько много стартов, два-три года по самбо борется, да, в принципе, на дзюдоистка, ну, как бы, изначально. Ну, готовилась, настраивалась, и вот там еще все бы ее немножко успокоили, потому что после таких стрессов, ну, глупо ожидать больших, ну, каких-то успехов. Большое спасибо. Передадим слово Владимиру, я знаю, что у нас заготовлен небольшой сюрприз для нашей серебряной призерки чемпионата мира. Владимир, вам слово. Мы еще раз хотим поздравить нашу Настю, она не просто приехала со вторым местом чемпионата мира, она действительно показала то, что она одесситка, украинка, показала высокий уровень подготовки, героический, и нужно обязательно посмотреть полуфинальную встречу, и мы можем все понять, насколько девочка с характером и своим упорством она доказала, что она не зря поехала и порадовала нас результатом. Настя, еще раз тебя поздравляем. Спасибо большое. Настенька, я тоже хочу передать поздравление, поощрение от нашего президента Александра Васильевича, который сейчас выполняет свой долг в одном из батальонов АТО, буквально вчера уехал, и просил передать вот это вот поздравление. Спасибо большое, спасибо большое. И Александр Васильевич, у нас много дела для того, чтобы спортсмены порвались в самбо. Большое спасибо. Подробнее о самом турнире, о схватках. Анастасия, если в целом по ходу турнира, вы уже сказали, что изначально, когда выходили на татами в первых поединках, не было мыслей таких, что удастся дойти до финала. Если вспомнить, как развивались именно события на татами, какие приемы удалось продемонстрировать, за счет чего удалось выиграть эти поединки? Ну, первая схватка, я ее очень так помню какими-то моментами, потому что было много эмоций, но точно помню, что получился подхват, который я отрабатываю. Получается, ну, подхват были, были зацепы, была подножка, но потом я уже понимала, что я введу встречу, и из-за того, что я немножко сглупила, я отдала три балла по замечаниям своей сопернице. И потом еще на бал упала, но все-таки с счетом 5-4 удалось. За дел, который она сделала изначально, ей хватило, чтобы отстоять, потому что соперница была реально напористая, еще выше, еще выше, еще выше, Настя не маленькая. И поддержка трибун? Украина, папа, друзья, Астрал, все было. Я имею в виду, что поддержка трибун была у соперницы. Ну, если она хозяин, то все было. Истанно, поддерживаю. Очень сильно, да, кричали, гнали ее вперед. Насколько больше уверенности после этой победы было для полуфинального поединка с румынской спортсменкой? Намного больше полуверенности. Я даже особо не планировала, как это выигрывать, я просто хотела выйти побороться. И настроила себя так, что неважно, какой будет исход схватки, главное выйти и побороться для себя, потому что попробовалась. И получилось так, что моя уверенность все-таки переборола. И тем более девочка выходила, она боролась, это была и первая схватка, она тоже была, видимо, на нервах. И из-за того, что я уже проборолась, я уже как-то продышалась, мне было гораздо легче, чем ей. И две минуты болевой. И получилось так. И финал. И финал. Вахим Милич, как вы настраивали Анастасию уже перед финальной схваткой, учитывая достаточно неожиданную для самой спортсменки результаты с двух побед перед выходом в финал? Как успокаивали? Или же... Ну вот вспомните тем мгновение... Перед выходом? Я не могу вспоминать особо и нечего было. То есть, как бы, во-первых, ее настраивал ее отец, Тарас. Мои слова очень простые, ну, как бы, они касаются абсолютно все. Иди, борись. Ну, то есть, как бы, больше, то есть, ничего другого не может. Идти, пропасть, ты не захотеть. То есть, иди, борись. Как получится, так получится. Ответственность была снята. В принципе, финал чемпионата мира, дебют. Ну, я понимал, какая соперница с той стороны. Реально понимал, но слова я об этом не сказал. Ну, расскажите подробнее вот про соперницу. Ну, там сильных соперник, очень мощная россиянка, которая, ну, просто снесла всех, ну, до этого. Ну, там, опять же, две встречи, но стиль ее борьбы мне подсказывал, что все-таки Настя еще не настолько готова. Это мне. Но я и слова об этом не сказал. Пойди, борись. То есть, туда, естественно, ну, я как специалист, я же, ну, как, ну, не состоявшийся тренер сборной, да, как бы я в любом случае наблюдал все встречи. И хочу сказать, что весь чемпионат, уровень чемпионата был очень-очень высокий для молодежного и юношеского уровня и очень интересный. И наши очень боролись. Но, опять же, повторюсь, что стрессы, которые они получили, очень сильно сказались. Мы впервые выступили в не единой золотой медали. Это впервые. 4 серебряных и 9 бронзовых медалей мы завоевали в двух возрастных категориях. А что можно еще в целом сказать о выступлении сборной Украины и кто еще из одесситов? В одесситов участвовал Женя Добровольский. Он занял пятое место тоже в схватке с грузинским спортсменом. 2-1 проиграл. Был близок к тому, чтобы сделать болевой прием. Но чуть-чуть не хватило. Но он парень у нас опытный и понимает, что расстраивает встречу. Надо работать над собой. Ну, он четко понимает, что проблема. Опять же, общая атмосфера украинской сборной наиболида первая. Очень у нас всех скажем так. И я знаю, что еще из-за травмы, к сожалению, не сомневался. Наша надежда, да. Спивак Саша, он, в принципе, расценивался как определенный опытный боец. Я не буду говорить, не фаворит, не еще, но он умеет сражаться и, к сожалению, травма мениска ему не позволила выступить на этом чемпионате мира. Спасибо большое. Владимир, у меня вот вопрос, мы уже затронули тему по подготовке, по сборам. Как строилась эта подготовка? Ну, расскажите подробнее, потому что очень важно, чтобы очень спортсмены чувствовали и комфорт, и внимание со стороны и тренеров, и руководителей. Это все сказывается на результате, безусловно. Во-первых, хочу сказать, что в воскресенье в честь открытия отделения самбо в ДСШ-4 проводились соревнования по самбо. Уже в школе, где раньше всегда было, всегда было всю свою жизнь. Открыли отделение самбо. И подготовка именно в этой школе говорит о том, что всегда они воспитывали очень ярких, очень сильных спортсменов. Есть призеры чемпионата Европы, тот же Саша Спивак, Нечапуренко, Кирилл, звездочки. И в будущем мы еще много услышим о них. Так что там, где работает слаженный коллектив, где каждый человек выкладывается на полную, знаете, как сказали, не нужно смотреть друг на друга, а смотрите в одну сторону. Вот там люди смотрят в одну сторону. У них одна цель воспитание, подготовка сильных не просто спортсменов, а сильных людей. И результат сам говорит за себя, и мы это видим каждый день. И опять же, о развитии самбо в Одесском регионе, открытие еще одного отделения самбо, это показатель. На этот вид обращают внимание, самбо, дети хотят тренироваться, и в этот же день во дворце спорта провели соревнования среди детей 10-11 года рождения, самые маленькие участники соревнований. Тоже очень интересно, очень много переживаний, эмоций родителей. Так что... Два раза самбо в день еще не было, да, в разных местах. Да, в разных местах проводились соревнования. Вот, еще хочу добавить о том, что Министерством образования и науки подготовлено, есть подписанное распоряжение о внедрении школьной программы, и не только школьной программы преподавания самбо в учебных заведениях. Есть много школ, есть много районов, где уже готовы осуществлять эту подготовку. Условием является то, что необходимый второй зал в школе для того, чтобы оборудовать его под самбо. Например, Савранского района уже 10 школ в районе готовы эту работу проводить. И это не результат одного дня. Мы прекрасно понимали, что придет время, когда эта наша мечта сбудется, и потому готовятся кадры. Спортсмены получают образование в педагогических вузах. Так что, ну и для того, чтобы внедрять постепенно, конечно, не за один день, нужны преподаватели. Будут проводиться семинары. Семинары по подготовке именно тех людей, которые работают в школах в борьбе с самбо. Ну и, конечно же, привлечение наших специалистов, очень много молодежи, подрастающих, те, которые получают образование, и они готовы работать в учебных заведениях. в школу, высшие учебные заведения, и много примеров. Буквально недавно тренер Кисмирешкин, Игорь, назначен на должность в Академию полиции. Там уже он тренирует, и проходит подготовку, первоначальную подготовку исследователей. Уже недавно приехали из чемпионата Динамиады Украины, где спортсмены очень здорово выступили, показали второе место, когда такое было. Также выпускники, спортсмены Дю США-4, 7 человек учатся в университете внутренних дел, которые являются костяком команды, и они на чемпионате Украины заняли второе место. Большое спасибо. И еще последний вопрос Анастасии. Если можно, вот обращаясь к юным любителям самбо, которые, может быть, хотят заняться видом спорта, вспомните, как вы начинали, как пришли в свою школу, какие были первые эмоции, было ли сложно, хотелось ли, может быть, закончить тренировки, и как удалось продолжить, и кто переубедил? Ну, пришла я очень давно в общем, в спорт. даже особо не помню, чтобы когда-то были мысли о том, чтобы закончить это, но было сложно, особенно, когда обратно вернулась в свою родную школу спортивную, было очень сложно как-то перестроиться, потому что я понимала, что очень много задач мне предстоит еще сделать, еще предстоит решить сделать, но главное, наверное, верить в себя, чтобы у тебя были люди, которые в тебя верят, тренера, чтобы у тебя постоянно была поддержка, это, наверное, самое главное, и вот благодаря всей этой поддержке, тренировок, родителей, друзей, у тебя все получится, потому что это проверено на мне, я пришла, я очень не уверена в себе на самом деле, и благодаря словам родителей, благодаря словам тренера, словам тренера, друзьям, вот благодаря им, я вот сейчас являюсь в чем-то. Спасибо большое. Еще раз поздравляем вас с этой медалью. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях серебряный призер молодежного чемпионата мира по самбо Анастасия Додосева. Также у нас в гостях президент Одесской областной ассоциации самбо Вахид Сабиров и вице-президент Одесской областной федерации самбо Владимир Домницак. Большое спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу Студия Репортер. Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.